Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 20 по 30 стихи. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав себе, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование блаженного теофилакта. Обоих, употребивших на труд данное, равно хвалит господин. Под именем благого разумеет человеколюбивого и щедрого, который благость свою простирает и на ближних. Говорится же, что оказывающиеся верными в малом будут поставлены над многим, потому что хотя и здесь мы получаем дары, но они ничтожны в сравнении с будущими благами, которых удостоятся употребившие надлежащим образом талант, принятые от Бога. Радость Господа означает то непристающее веселье, каким веселится Бог. По словам Давида, Псалом 103.31 Так радуются и святые о добрых делах своих, тогда как грешники скорбят и бесполезно раскаиваются о своих лукавых. Радуются святые тому, что имеют столь богатого Господа. Дурной и ленивый раб отвечает иначе, так, как свойственно ему отвечать. Он называет Господина жестоким, подобно тому, как ныне многие из учителей говорят. Жестоко требовать послушания от людей, которым Бог не вложил покорности. Ибо это значит слова. Жнешь, где не сел. То есть, кому ты не всел естественной покорности, от того требуешь покорности. Называй же Господина жестоким, а раб осуждает самого себя. Ибо если Господин жесток, как говорит раб, то рабу надлежало более стараться и страшиться, как имеющему жестокого и немилостивого Господина. Потому что, если он требует чужого, то тем более потребует своего. Посему надлежало и тебе умножать то, что ты получил, и образовать учеников, от коих Господь потребует должного. Ибо рабу свойственно отдавать полученное, а Господу требовать отчета от каждого. Но раб говорит своему владыке, заповедь твою нашел я жестокую, потому что ты требуешь послушания от людей, которым не дал естественного расположения покоряться слышанному. Посему, боясь, чтобы слово наставления моего не оказалось напрасным, я не заботился о других, а только о себе. Ученики называются торговцами потому, что передают другим учения. Лихва, требуемая от них, есть исполнение учения самым делом. Ибо ученик принимает учителя учения и сам пользуется им и передает оное другим и присовокупляет к нему еще лихву, то есть добрые дела. Итак, от лукавого и ленивого раба отнимается дар. Ибо кто, приняв дар на пользу другим, не употребляет его по назначению, тот сам теряет этот дар, а пекущийся от других приобретает еще больше, так как ему дана будет и избудет больше благодать. Этот же погубил его своей леностью и небрежением. Кромешную тьмою называется место, не озаряемое божественным светом. Толкование закончилось. Комментарии дальше ваши. Есть комментарии? Да. Всегда я считаю. Комментарии. Божьи таланты, данные для приращения, должны быть рассмотрены, чтобы не произошла подмена Божьих слов. Он дал слово свое, наградив определенными талантами, силой и убедительностью этого слова. Иоанна 5,24 Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшую меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. От Луки 6,47 Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Четыре Евангелия Иисуса из Назарета переполнены словами «Слово мое слышали от меня». От Луки 12,3 «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». С крыши, то есть с колокольни, возвестятся слова Божии носителями света. Над миром слышится архитонский крик «Дайте свет, люди гибнут без Христа». Деяние 16,9 И было ночью ведения Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Помощь апостола Павла заключалась в проповеди слова, как в Ариапаге. Теперь это слово подменили колокольным звоном, пением хора, чтением псалтыри на непонятном для народа языке, который слышит только глухое бормотание. Произошла чудовищная подмена истины человеческими вымыслами. Таланты люди и не получили, и не развили. И в этом вина полностью падает на пастыри. Но так как Бог сказал слово, что Евангелие должно распространяться в народах, не ограничиваясь храмами, то это слово его никогда не умрет. «Если его не несут официальные храмовые служители, то его понесут другие, но уже со своими примесями». Исаия 55, 11. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Появились тысячи сект, у которых Библия в руках и уста не закрыты для проповеди Евангелия. А они все могли быть православными, если бы об этом позаботились служители алтарей. Но Библия оказалась закрытой, завернутой, закованной. И Слово Божие не приносит никакого приращения для православия. Его убили и распяли архиереи и священники. Проходящие мимо самаряне делают приращение этим талантом. Книга пророка Даниила 2, 44. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, и само будет стоять вечно». Комментарии закончились. Вот здесь говорится о том, что имеющий один талант, еще ничего не слыша от Господа, начинает его обвинять. Ты злой, жестокий, а у него не было покорности. Это у нас такая сейчас ситуация. Отступила от Бога мать, девиз своих учить непокорности. И они, это же дети, они этого не понимают, что в будущее смотреть у них нету на это даже порошинки думать-то. Ну, мать-то взросла, она понимает. Навык послушания. Это воспитание с детства должно быть. Вот у нас в лагере кошка, тоже наша, зимой она будет здесь жить. Она принесла котенка где-то в крапиве, потом мы его все-таки сумели сейчас в комнату завести, там же в лагере-то. Я его отдельно прикармливаю, пытаясь руки ему давать, погладить что-то. Уже больше месяца я с ним бьюсь, но он побольше вот это вот. И ничего не получается. Как только еще, все уже день, и он уже снова дикой, совершенно дикий, не подходит никаким образом, не слышит, не видит. Почему? Упущен главный момент. И вот у этих людей теперь нет навыка послушания. Нет навыка к общению с верующими. Им это не надо. Вот устав есть, они нарушают специально, там, без платка, без пояса. Она натравливает их мать. Но она-то понимает, это ее дети, не имеющие навыка послушания. Они обвиняют только других. Они обвиняют не себя. Я вчера, у нас 11 сентября вчера было, 13-й год, церковь отмечает память усекновения главы Иоанна Претечи. Ну, в церкви стояли, молились, уж как-то молились. И в это время мне мысль пришла, Ирод говорит, это воскрес о Христе, который чудеса творит. Иоанн Креститель или один из пророков. Я подумал, пророка ты убил. Ты ни во что ставишь. А теперь знаешь, что совершается нечто сверхъестественное, чудесное. Народ этому удивляется. Ирод сам хотел видеть от Иоанна чудеса. Он хотел видеть от Христа. Ну, это понятно. И он уже не приписывает каким-то государственным деятелям, что они вот умерли, похоронены с музыкой, с почетом, и сказали бы, чудеса совершаются там маршалом Жуковым. Кто там в народе почитаемые такие, но были такие, которых и после смерти немножко признают. Нет. Один из пророков. Так и пророков-то ты гнал. Гнать-то гнал, но внутри себя понимал. Вот это как раз и доказывает. Я никогда раньше об этом не задумывался. Что он приписывает эти чудеса одному из пророков, которых его сознание канонизировало. Это он так думал. А почему тебе чудеса-то не приписываешь тем, которые твои любимцы, маршалы, угодили тебе писатели, поэты, ну, сказал бы, воскрес Солженицын, это добрый человек. Это им чудеса творятся. Нет, один из пророков. А за пророками гонялись по всей стране, с каждого царства брали клятву, что там его нету, как Ахаб за пророком Ильею. Вот это и означает, что то состояние, которое сегодня в людях, оно даже внешне является не таковым. Мне говорят, ну, вот вы верующие, там, ладно, это... Ну, а много ли вас? Я говорю, а как считать? По какому времени? Они не понимают моего вопроса. Я говорю, если считать, вот вы заодно с кем сейчас? Вас много? У нас 18 миллионов коммунистов. Ну, он умер коммунист, вы его считаете своим? Ну, так умер, как его считать? Значит, выбыл? Выбыл. Значит, вас меньше. А вот теперь партия развалена, никого нету, а вы были вместе. Вы их считаете, что они ваши? Да какие они ваши? Они теперь, он, миллиарды такие захватили, пошли, это Рудской там перечисляет всех. Ельцин, он же коммунист был. А смотри, что они сделали? Там, сообщика поминают. Они же дали разграбить государство. Они же весь народ сделали бедным. Подожди, так это же твои люди. Значит, ты один остался, один, потому что вовремя не успел наворовать. А у нас, вот он умер, Иоанн Креститель, он со мной, я молюсь ему, он живой. Апостолы, их нету как будто, ты же не считаешь их моими, ну а их нет. Да они живы, у Бога все живы, мы все вместе. И поэтому церковь небесная и земная. Небесная, торжествующая, что одержала победу, а земная, борющаяся, страдающая. И сколько нас? 23 тысячи сожжено было у Анфима Никомедийского, а они все живы с Анфимом, мы молимся им. Вот какое дело. Поэтому, где нас больше? Иоанн видит на небе, сколько, без числа, тьмы тем. И тысячи тысяч служили ему, Даниил говорит. Ну давай маленько, даже по вашим меркам, посмотрим. Как вы считаете, этот человек правильно поступал, теперь уже умерший? Вот апостол шел, проповедовал, примерял народы, там были людоеды, а теперь они, как христофором, теперь они настоящие люди, цивилизованные люди, ну по вашему я говорю-то. Хорошее дело? Хорошее. Твое сознание уже канонизировало апостола Павла, что он по всему миру шел. Ирод так и говорит. Это я вчера стою во время службы и думаю, как же я раньше-то не замещал. Да-то Ирод канонизировал их. Он убивал и внутри себя считал их святыми. То есть он поступал против совести своей. А вот за это он ответит. Потому что главный судья, против кого человек воюет, это не тот, кто даже обличал, не пророк, а твоя совесть. И Ахав гнал Илью, а потом заплакал, написано, заплакал, и скакал до дома, а Илья бежал впереди его. И так будет всегда. Вот мое сознание, но я не согласен с Аввакумом, как он вел себя, Евангелия нигде нет. Но я их сравниваю с Никоном-то. Я нахожу этот-то ревностный был. Ревностный по-настоящему. Но он боролся, там, бубна разбил, медведя и прочее. Это Евангелие-то не проповедовал, не насаждал, чтобы люди знали Христа. Но мое сознание-то ближе к Аввакуму он был замучен. А почему вы вот канонизируете такого-то? Потому что он умученный. Увученный. Другой он даже лучше где-то был. Но не был умученный. Митрополита Филиппа канонизирует церковь, а Иоанна Грозного нет. Попытки такие были, этого деспота канонизировать. Это внутреннее сознание, это то, что заложено было Богом, означало. Почему Иоанн Златоуз говорит, совесть первичнее Евангелие. Когда не было Моисеева закона, написано тысячи лет. Как? Только через совесть Бог действовал. Через совесть. И вот это надо пробудить в человеке. С ребенком ли разговариваешь? Попробуй. Покажи ему на его дело. Скажи, вот ты делал. Теперь плоды такие-то растут. А что из этого будет? У тебя послушания нету. Проверяй их как следует. Именно на совесть. Все десять классов, которые ты в школе там преподаешь, все должны быть направлены для того, чтобы совесть была руководителем нашим. Это совесть. Что такое? Я нашел для себя определение. Это участок души, через который слышится голос Божий. Это мое. Мой афоризм. Я путем анализа, путем рассмотрения всех житий святых 12-ти томов нашел, что вот главное. Этот участок души, чтобы не был сожжен. Есть люди сожженные в совести. Тот участок сгорел, а не бессовестные. Поэтому человеку упрекать словом бессовестное, это как пригвозить его к нещеловекам. Хуже животного. даже животное бывает и как-то сознает, что не так, но у него совести-то нету. Даже начинаешь говорить, я захожу, а кошки на кровать, а я не разрешаю на кровать им. я сразу захожу и так гневно, а это что такое? Они сразу спрыгивают. А если подходит, я поглажу, и вот этот баловник, он уже понимает это дело. У него совести-то нету, но что-то там такое есть. Идущая на мясокомбинат лошадь плачет, когда ее там заводят. Слезы текут у коровы. Значит, что-то где-то есть. И поэтому, рассматривая, как идет суд у них, один, два, три, пять талантов, здесь море рассуждений. Что такое таланты? Почему именно у того не было таланта, а у этого был талант один-то, не было приращения к таланту. Почему? Что было главное? Главное его бессовестность. Он сразу нападает на господина. У него совести нету. Я знал, что ты злой, жестокий. Я злой, жестокий обращаю, ну, это понятно, к Господу Богу. Вчера я посмотрел, земля, планеты, звезды, ученые раскрывают что-то. Еще 20 лет ушло и, наконец, понимают, жизнь на Марсе невозможна, потому что нет воды. Главная вода, ученые говорят, искать надо не микробы, там, зачаточное состояние жизни, а воду. Я думаю, так я ученый? Я ученый, тоже. Почему? Потому что я поверил, что все из воды и водой сотворено. А я это получил быстро. За 20 минут, когда первый раз считал и понял, из воды и водой, я на воду теперь по-другому смотрю. Вот что значит пробудить совесть, доверие к Слову Божию. Здесь вся эта цепочка идет. Считай дальше. 25 глава с 31 по 33 стихи. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Толкование. Так как первое пришествие Господа было неславно и сопровождалось бесчестием и поруганием, то о втором Он говорит, когда приедет во славе Своей. Ибо второе пришествие Его будет сопровождаться многою славою и страхом великим. Воинство ангельское будет служить Ему. Прежде всего Господь отлучит святых апостолов и всех праведных от грешников, освобождая их от грядущего страха и потом поставив, будет говорить к ним. Овцами называет святых по кротости их. И потому что и потому что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают пищу, шерсть и молоко, то есть пищу учения и покров духовной одежды. Грешников же называют козлищами, потому что и они ходят по стремнинам, и они беспорядочны и бесплодны, как козлища. все толкование на это место. Вот это интересно тоже. Проходит тысячи лет, люди не считали Евангелия, я в тюрьме был, и когда до этого места дохожу, я говорю, смотрите, Господь как отделяет козлы, а почему вы обзываете, который человек не угоден, ну козел, это козел ругательное. Почему вы баран, баран бестолковый, с этим я согласен, но ты не вкладываешь в него такой отрицательный смысл. Еще не подготовились к сражению, нас гонят на бойню, как баранов. Вот вспомнишь ликвидация фильм даже. А козлы, именно то, что люди ценят, как будто бы он может заскочить на крышу, по скалам лазит, а здесь показывать стремнины, откуда легко сорваться. Это не послушание, невоспитанность, как сегодня бы сказали, безнравственность, все пороки, какие в нем. Это рано или поздно нога подскользнется, наткнешься на наркотики. 36 лет, 40, все, кончилась твоя жизнь. Ты жизни-то никакой не имел. Но раньше подольше жили, 45. Я вот по кладбищу пройду, которых знаю. Отец умер в 45, и сын в 45. У нас тут не кулины, даже родственники. И вот когда говорится о суде Божьем, вот это главное, что удерживает человека от дурных поступков. За это придется отвечать. И наказание будет ужасное. Это подробно описано в словах Ефрема Сирина. У меня это есть пленка на это составленная, даже на сайте на нашем стоит. Слово Божие привлекательно тем, что оно указывает не на сегодняшнее только время, как мне вести, а как будет в будущем. У неверующего ничего нет. Вот они говорят там лекарства все время, вот непрерывная реклама идет по радио, радио России. Запретить бы это надо. Это что? То есть, ну давайте мы будем ухаживать за вами до смерти, там ему телевизор поставили. Так ему что, сто лет за ним будете ухаживать, кормить? Ясное дело, что чем быстрее умрет, тем лучше. И вот такие болезни, там суставы не двигаются, особое такое, дает приток крови. Ну правильно дает, но не может все время приток крови быть к моему коленку или особенно заботиться мужское достоинство. То есть, чтобы в старости 75 лет мог блудить так же, как молодой. И женщина все рассказывает, какой полный, полноценный половой акт. Прямо глядишь, у нее изо рта гной течет. И это непрерывно. То есть, старики, ну отдайте нам пенсию. Все. Старики, не помирайте, отдайте сначала нам пенсию. Вся реклама в этом заключается. Никого не вылечит. Они ни одного человека, ни одного. Людей нужно научить правильно болеть и правильно умирать. Правильно болеть я учить могу людей, потому что мне 74 года. Это надо шевелиться. Движение. Где движение? Я был в Америке, и мне один говорит, вот тут есть американец, он принял православие, и он исследовал, как врач, хирург, что во время земного поклона, когда человек совершает крестное знамение и в землю кланяется, все до одного сустава, в руках, в ногах, везде движутся. Ну, ребра не могут, но позвоночник, шейный, все движутся. Вот и все, земные поклоны. Земные поклоны. Вестибулярный аппарат будет лучше работать. И кишечник лучше работает. Правильно болеть, это значит быть благодарным Богу. И всегда помнишь, что есть люди, которым труднее нас, которые вот вчера опять разбили, а разбился автобусом под Псковом, опять в Ленинграде, авария за аварию, передают-то. Как тяжело людям, которые внезапно потеряли детей, кормилица мужа, любимую жену, и там люди гибнут. Ты к себе прикинь, а ты ходишь, ты рассуждаешь. Есть лишенное смысла, дурдоме находится, а ты дорогу находишь. Не в ухо же кусок хлеба тащишь, а в рот подаешь. Тебя окружают друзья, близкие. Ну, ты в доме инвалидов. Но есть люди, которые выброшены, которые не в доме инвалидов. Помни Индию, другие страны. То есть всегда можно найти ответ на это. Правильно болеть. Болеть, страдать и благодарить. За здоровье и за болезни. А как правильно умирать? Всех простить, у всех попросить прощения, подвести итог своей жизни и сказать, там-то был я неправ, тут поступал неправильно, а вот здесь меня Господь нашел. Подняться на вторую ступеньку благодарности. Господи, как я благодарен Тебе, что ко мне пришли люди, дали Евангелие. Господи, как я благодарен Тебе, что Ты пробудил мою совесть, и я всю жизнь осудил. Это правильно умереть. И потом восславить Бога. Слава Тебе, Господи. Я не выброшен, ни собаки меня загрызут, меня в могилу зароют. Благодарю Тебя, что имение свое я вовремя раздал нуждающимся, истинно нуждающимся, не сыновьям, пьяницам, бродягам. Вот что нужно. Научить правильно болеть и правильно умирать. Вот какая должна быть реклама. Ну, разное-разное. Там глаза, глаукома, вовремя надо начать, а теперь даже не вовремя. Ну, позвоните. Первые 10 человек будут льготу иметь хотя бы там на 10%. Оказывается, они пропагандируют новые аппараты. Аппараты, ими надо вводить. Эти аппараты возбуждают нервную систему. Притом буквально часами. Там ясновидящий какой-то ясный Андрей защиту такую создает. Негатив снимает. Я сразу на молитву встал. Господи, порази его знания. Открой ему совесть. Разрушь все, что он делает. Он вернул мужа там, да может быть, не своего к жене. Вот такое вот разладилось. Негатив, негатив. Негатив один. Бога не знаете. Горе. Горе одно, что Христа не знают. Не верят, что он умер за их грехи. Ясновидящий, это колдун. Это колдун. Это волк. И его пропагандируют. И каждый день гонят по радио. Конечно, он платит за это деньги. И пообращаются люди, которые хотят нормально жить, а идут ненормальным путем. Нормально хочешь жить? Считай, что он очень наш. Да будет воля твоя. И на земле, как на небе. Все. Как говорится, засохни на этом. Да вот в семье нет мира. Жене рот запечатай сначала. И все будет. У меня жена придет и какие-то там упреки и прочее. Я говорю, заходи теперь, когда у тебя упреков. Напиши без упреков и самооправдание. И вот этот маленький плакатик приноси. И она с ним сейчас приходит, полный мир и согласие. Что нужно сделать? Я сделаю. А почему? А потому что рот, наполненный упреками, он сшибает ее на другое место. Она не может упрекать мужа. Она должна его только слушать и исполнять. Да бы муж, если не таковой, без слова приобретаемые были. А батюшка посмеялся. Так ты 46 лет с ней живешь. И 46 лет я ищу ход к ее сердцу. Как правильно? Она с детства неприучена к послушанию. Дерзость старообрядческая. Ты видишь плоды? Да, я вижу. Она не так делает. Ну, что с нее ругаться? Это я на молитву встал. Но обернусь, она рядом стоит, молится. Что-то опять начинает говорить не так. Я опять за четки, за лестовку и начинаю петь, молиться. Гляжу, рядом стоит, молится. Вот и все. Изыскивать надо, каким образом пробудить совесть. Каким образом Богу угодить? Считай. Балуешься. С 34 по 40 стихи. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне толкование. Господь не прежде рассуждения награждает или наказывает, потому что он человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы не наказывать прежде исследования дела. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответны. Святые называются благословенными, как воспринятые отцом. Господь именует их наследниками царства, дабы показать, что он делает их общниками своей славы, как чад своих, ибо не сказал «приимите, но наследуйте», как бы некое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный потому уже самому брат Христа, что Христос жил в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как Господь восхваляет святых, а вместе их благомыслие, как по скромности они не признают себя питателями Господа, но Господь относит к себе самому то, что сделано для бедных. Все толкование. Все на сегодня. Слава Христу. Покажи время. Спасибо, Христос. Слава. Аллилуйя. Ну-ка, дайте я встану. О, повалило. Куча моя. А, вот мои друзья упали, 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 упали. Ой-ой-ой, ну маленько, спустите меня. Какой тут простатит может быть-то? Три грелки у меня, но вот они где. Они не стали сильно кошки баловаться, шарик их своим взглядом усмиряет. Игнат Тихонович, вопрос. Давай. Вы как-то комментировали, у батюшки мы были, эти указы, которые привез владыка Сергий и называли Иванников фамилия. Иванников. И называли имена Тарквимада и Савонаролла. Да. Что это за делатели? Я хотел давно вопрос задать. Это большой ответ. Савонаролла это был обличитель в римской церкви, обличитель грехов-пороков, а потом добрался и до папы. И в конце концов его обвинили и сожгли. А какой это век? Ну это просто надо отдельно посмотреть по энциклопедии, даже в интернете несколько данных дать. У меня на форуме все это есть. Вот. его инквизиция мучила. Да. А Тарквимада это один из тех, которые самое большое число людей, я сейчас не могу сказать, но где-то там 17 что ли тысяч на костер возвел. Это гонитель. Инквизитор. Да. Инквизитор. А этот обличитель пороков был. То есть я не знаю сейчас церковь его канонизировала католическое или нет. Ну вот сидел. Савонарола. А одна там обличала кого-то там, а сама в очках он говорит Савонарола. Надо отовсюду брать хорошее. У католиков очень много доброго, хорошего и плохое они за это ответят, а хорошее взять. Это в энциклопедии взять. Слава Иисусу Христу. Я в последнее известие сейчас включаю послуг. Послушаем.